Попросил я девчонку кое-что мне дать, хотя она сказала, погоди, картошка ещё готовится, и я не смог ждать, пока она приготовится, повалил её на пол, жопу ей задрал, и я проклинаю тот день, когда увидел её, а картошка сгорела, и мне тоже прикипела. Ах-ха! Вот эта песня у тебя, блин, вообще, то нескладная, то угарная, непонятная. Субтитры делал DimaTorzok от горя подкова, и нам, и сегодня мы отсюда свалим куда-нибудь на юг, потому что здесь оставаться опасно. Во-первых, нас разыскивают агенты Пингертона, во-вторых, в Валентайне нас нашёл Левит Корнелл, очень-очень-очень сильно богатый человек в этих краях, у которого очень много связей тут, которые нам не нужны, и от всех них нам нужно скрываться. Так, когда мы остановимся? Мы когда-нибудь доберёмся до Парижа? Было бы чудесно, вступили бы. Остановимся, когда что-нибудь подходящее найдём. Стряхнём с хвоста и заляжем на дно всех. Мы снова переезжаем? Да. Это ты называешь залезть на дно? Мы превратились в банду убийц. У нас тоже не осталось никаких этих людей. Мы просто пытаемся выжить, Ходи. У нас нет выбора. Скоро всё закончится. Это уж точно. У него опять запор. Мика мне рассказал про место, где можно затаиться. Вот, взгляни вот сюда. Он сказал, Деню Крик. Ладно. Вы с Чарльзом сходите, посмотрите, что там. Уберите всех, кого найдёте. Потом к вам подойдут остальные. А то они нас замерю видят. А как мы это сделаем? Не знаю. Поданцуйте немного. Похоже, я стал у тебя мальчиком на побегушках. Ты стал моим сыном. Ты беспокоишься, потому что я беспокоюсь. Мы с тобой одинаковые. Эй, Чарльз, пошли со мной. Ты мне нужен. Где-то я это уже слышал. Так. Почищу. Да пойдём. Ну и... Как мы едем? Да-да-да. Сейчас. Дьюберри Крик. Путь до туда будет не близкий. Давайте даже на карту посмотрим. Оу. Ну да. Дорога не близкая, но тем не менее. Давайте. Даже обрезать, наверное, не будем. Это дело. И куда же мы направляемся? Надо подыскать новое место для лагеря. Мы переезжаем. Опять? Выбора нет. И надо торопиться. Мы сильно рисковали. Ещё до той заварухи в Валентайне. Судя по всему, там вы дров наломали. Мы убили много законников и людей Корноула. Они наверняка уже знают, где нас искать. Значит, отправимся на юг? Да. Дьюберри Крик. Дача велела разведать местность. И выяснить, сможем ли мы там затаиться на какое-то время. Так, погодите. Чё маршрут-то мне не показывают? Давайте укажем маршрут. Да. Я знаю его только несколько месяцев. Ну, судя по тому, что Дача говорил, это хороший. Да. Я хорошо понимаю, что затаиться у нас там не выйдет. Нас слишком много. А Дача не захочет отсиживаться где-нибудь в пещере. Это вразрез с убеждением не идёт. Ведь это значит признать, что мы не более чем затянутые бандиты. Ну, какие есть. Чё-то подтормаживает опять немного. И шторм вроде бы надвигается. Короче говоря, я изначально планировал... Пусть говорят, они сами. Планировал перезаписать первые две серии прохождения, потому что мне казалось, что они были без музыки. Я посмотрел, музыка там, оказывается, была. Так что перезаписывать ничего не придётся. Ну, и озвучивал я там более-менее. Хуже, чем сейчас, но более-менее. Собственно говоря... Я когда первый раз играл, я музыку выключал, потому что я привык, что в GTA музыка мешает. А здесь музыка очень подходит под атмосферу. И я просто не имею права, так сказать, её выключать для прохождения. Вперёг-трёх сериях музыка есть, поэтому волноваться не нужно. Я ошибся. Кажется, мы приехали. Старый засохший ручей. Тут всё просматривается. И после дождя... Тут тоже будет, правда, не здорово. Ну, давай осмотримся здесь. Блин, чё так подтормаживает, а? Там что-то лежит. Видишь? На земле человек какой-то. Блин, игра, не лагай ты, пожалуйста. Его подстрелили. Заварушка тут без нас началась, походу. Тут лагерь прямо за этим обрагом. Так, конечно, будь наготове. Если что, сперва стреляй, потом разбирайся. Я не буду стрелять просто так. Не просто так, а чтобы остаться в живых. Хорош болтать уже. Я вчера, кстати говоря, прошёл шестую главу. Она длинная очень. Вот четвёртая, пятая довольно короткие. Третья такая средненькая. Которая сейчас будет. Так, ну посмотрим. Так. Смотрим. Спокойно. Спокойно. Вы можете выходить. Вы в порядке? Мы вам ничего не сделаем. Он спросил, вы в порядке? По-немецки? Нет. Уходите, давайте отсюда быть. Нам нужна эта земля. Убирайтесь ко всем чертям. Они увели отца. Кто? Люди. Вчера ночью. Куда? Куда они его увели? Эй, это не наше дело. Я даже на их языке не говорю. Да перестань. Ты ведь не настолько же глуп. Да ладно тебе. Надо помочь этим людям, я думаю. Девчонка указала в ту сторону. Давайте посмотрим, что да. А вот и следы. Идём. Да, я не вижу ничего. Темнота надвигается уже на самом деле. Что с тобой такое? В каком смысле? Ты собирался посадить эту женщину с детьми? Нафиг. Мы в бегах. Нам в затылок дышат пинкертоны. Нам нужно думать о перемещении лагеря, а не носиться за какими-то бандитами. Перестань, Артур. Ты же не такой. Ну, может, ты знаешь меня не так хорошо, как тебе кажется? Стой. Дай-ка я проверю. Блин, темно. Я уже плохо вижу на самом деле. Кажется, следы ведут сюда. Погода у меня на улице, там за окном у меня. Хорошая, солнечная, и я не буду сегодня таким вот розовеньким, как бывают в некоторых. Что сказали пинкетоны? Сказали, что скоро за нами явятся. Предлагали мне свободу в момент на даче. Они выбрали не того человека. По мне, надо было сразу и съехать. Секунду. Надо всё тщательно осмотреть. Так, куда ж ты, это самое, в жопу-то суёшься? Блин, здесь слишком темно. Вот это вот сторожит меня. Вдоль берега? Эти гады заявили, что убили Мака, Календера. Прямо при Джеке. Они сказали это. Пареньку будет непросто это пережить. Но за ним присматривает больше людей, чем за многими из нас в своё время. Джон сказал, что он вернётся на аукцион получить деньги за тех овец. Нужно быть идиотом, чтобы снова сунуться в этот город. Он считает, что сможет проскользнуть мимо них. Ну, раз Джон придумал, значит, идея стоящая. Что у вас с ним за вражда? Да, он от нас уходил на какое-то время. Когда Джек был совсем маленький. Стоп, подожди, я проверю, мы в правильную сторону ведём или нет. Они продолжаются по этой тропе. Когда Джек был совсем маленький. Надолго, на год или больше он уходил. В самом деле? Да, ведь мы были как семья одна. Мне кажется, я до конца его и не простил. До сих пор. Впереди лагерь. Будь осторожен. Вроде бы тут никого нету. Давай посмотрим. Ну и где этот малый? Без понятия. Знаешь что? Лучше встать в лагеря здесь, чем что-то, чем ещё дальше искать. Вот, кто-то здесь есть. Только вот в темноте его плохо видно. А, вот он. Блин, его фигу вообще увидишь в темноте, блин. Прячься! Ничего не понимаю по-немецки. Несмотря на то, что написано. Блин, а что-то ещё сильнее стало тормозить. Зачем ты нас вообще в это втянул, Чарльз, а? Там фонарь есть. Если попасть в него, то всё загорится нафиг. Это всё? Нет, не похоже. Ой, что ты тормозишь-то? Заряжайся быстрее! Заряжайся быстрее! Они решили удрать? А, пускай удирают. Хрен с ними. Теперь ты его развяжи, а я пока гляну, что тут оставили. Так, мы тебя отсюда вытащим. Да, подожди секунду. Чарльз, ты иди разыщи дачи. Скажи, пусть едут сюда. Это место подойдёт. Согласен. Так, Андреас, нам ещё надо поскакать немного. Давай, я отвезу тебя к твоей семье. Блин, как в темноте сложно ехать, а. Вообще ничего не вижу. Особенно, когда ещё освещения нет. Ну-ка, метку мне покажите, а то я не найду это никогда. Так, придётся срезать дорогу. Куда ж ты разворачиваешься-то и? Что ты им такого сделал, этим парням? Зачем эти люди тебя похитили? Деньги. Как вообще можно было придумать такие слова? Блин, что это за камни? Упрыгай. Извините, приятель, я и английским едва-то владею. Прусский, можно сказать. Да давай же, бля. да что ж ты, ё-моё. Подлагиваешь. Надеюсь, сильно не будет лагать. сейчас что-то вообще лагает и жёстко. Обычно такое редко случается. Ну, нередко, частенько, но чаще всего не лагает. да, немец, это немец, жаль, английского не знает, с ним не поболтаешь. блин, чё-то какая-то долгая поездка. вот и они. Андрес, Андрес, давайте уходите отсюда, здесь опасно. Уходите. не стоит благодарности. Золотой слиток, это же так замечательно. Чувака, Андрес зовут. мою лошадь зовут, тоже Андрес. Ну, это я так назвал. Так, ну и загрузочка. Ты был прав, это место идеально нам подойдёт. Привет, Артур. Дач. Мисс Гримшо, мистер Фирсон, найдите каждому работу, приведите это место в порядок. Я совершенно не понимаю, где мы, но мы постарались устроиться тут с комфортом. Глава третья, полуостров Клеменса. спустя несколько дней. золотой следок можно выгодно продать скупщику. Надо будет этим заняться. Ну, что ж, лагерёг хороший. Мне нравится. Что, адрескол, хорошо себя ведёшь? Я не адрескол, сэр. А, как лошади. Неплохо, ну то есть могло быть и лучше. Они меня беспокоят и им здорово досталось. Мне бы корней лопуха я парочку тогда бы сделал припарку, которая вылечила всяких болезней. Корень лопуха? Да, он лучше всего. Ладно, если найду, то принесу тебе. Спасибо, сэр. Чем-то похож на надгоре подкова, но здесь уже климат какой-то вроде не такой. Как-то здесь более, так сказать, более такое красное, что ли. Давайте как раз таки, раз уж это новый сезон, новая глава, новый лагерь, возьмём себе другой костюм. нет, 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 о, подойдёт. Ну и наверное даже я, ну шляпу я наверное ту оставлю. Картюжная шляпа Артура. вот вот так вот этот костюм идеально подходит и к цветам природы и к климату. Как ты себя чувствуешь старина? Да, отлично. Забавно, что мы в итоге оказались тут. Мой отец погиб в Пенсильвании, сражаясь со здешними. Я тебе не рассказывал? Да, много раз рассказывал. Вижу, я тебя умоляю, Артур. Скорее беспокоишь. Мы потеряли людей. Перед нами стоят высокие цели, Артур. Мы пытаемся изменить общество, сделать его добрее, искреннее, лучше. В таком деле мы неизбежны. Мы воры, живущие в мире, которому мы не нужны. мы мечтали, мечтатели, в смысле, живущие в унылом мире фактов. Я признаю твою правоту, но честное слово, у нас целый день и здесь так хорошо. Хозе рассказывал, что мы тут где-то поблизости есть один ручей. Сдается мне, он полон рыбы. Эй, Тарушка, иди сюда, покажи нам тот ручей, который ты любишь отливать. Что-то ты выглядишь не очень хорошо, старина. Такой теплый климат. Те дни, когда я выглядел, хорошо давно прошли дач. Вечно ты норовишь всем испортить настроение. Ладно, Хозе, пойдем на рыбалку. Ну, пошли. Да куда ж ты? Может прямо здесь порыбачим? Тут целое озеро, ведь. я хочу прогуляться, развеяться вместе со старой гвардией. До того, как появились все эти люди, были только мы. Странная парочка и их непутевый сынок. Здесь хорошо. Хорошее ты место нашел, Артур. Я это, Чарльз всего нашел. Я как будто тут снова могу дышать. Пусть даже воздух густой и влажный. Может, твои соперники пойдут на пользу Хозе. Однажды я побывал в этих краях уже. Кажется, это было в другой жизни. Это было в другой жизни. Вот такая жизнь интересная была, да? Надеюсь, что так. Когда мы сейчас в учаянном положении, нам нельзя отступаться от нашего здравого смысла. Заработать денег, потом удрать такое место, где нас никто не найдет. И где нам не нужно будет прятаться. Ну, и так куда же, например, у меня есть некоторые идеи, но нам не нужна поддержка, а не критика. Это касается вас обоих. Ну, ладно. Нам всем нужны деньги, так что не привлекайте внимание, особенно в ближайшем городке. После Валентайна я запрещаю вам привлекать внимание своим поведением. Но начинайте копать, намечать цели, посмотрим, что тут есть. Да что ты будешь делать, а? Нам надо быть поаккуратнее. Да что тут происходит, а? Представь, сколько непуганных богатеньких идиотов. Это идеальные условия для тебя, Хозя. Ты легко задуришь шимбашку. Ничто не доставило бы мне удовольствия. Эй, никаких но. Не сегодня. Мы просто порыбачим и насладимся природой пока. Похоже, впереди законники. Не суетитесь. Блин, что так лагает-то. Неужели что-то жестокое на экране происходит? Здравствуйте, джентльмены. О, смотрите, каково ветром занесло. Смотрите-ка, кто у нас здесь. Эй, а ну тихо. Ну, посмотрим, что мы можем сделать. Как поживаете, ребята? Хорошо. Красивые у вас тут места, ничего не скажешь. Ну, что есть, то есть. Хоги МакКинтуш, к вашим услугам. Ли Грей. А это мой помощник Арчибальд МакКидор. Разнакомство. Вы шатландец? Отчасти. Это моя лучшая часть. Хе, конечно. Скажите, сэр, что я натворил? Что натворил этот глупый Пижон? Ничего, полагаю страшно. Его обвинили в мошенничестве, инвестиции. О, не-не-не, я уверен, что это вовсе не... Он фокусник, и я его знаю. Дурачок, конечно, но... Его не назовешь плохим человеком. Может быть. Могли бы как-нибудь... Эй, я бы на вашем месте этого не делал. Черт, банда Андерсена. Нам нужны новые неприятности. Позвольте, мы вам поможем. Артур, преследовать беглых преступников и возьми с собой Арчи Баля. Ну, разумеется, давай, здоровяк. Мы сможем обсудить участь этого глупого фокуса. Дайте мне пушку нормальную сюда. Только не стреляйте в них, ладно? Ладно, пока пушку уберу, раз не надо стрелять. Быстрее, как вас зовут, сэр? Артур. Артур Калахан. Быстрее, мистер Калахан. Я не хочу рисковать головой. Я понимаю, я делаю все, что могу. За что этих ребят разыскивают? Ограбление, убийство, похищение. Они подонки. Похоже, мерзавцы сейчас поднимутся. А его точно не надо стрелять? Не, я же сказал, не надо. Да, ты много чего говорил. Оу. А теперь за остальными. Давай. Когда поезд будет проходить станцию роутса, он сбавит ход. Подъезжайте сбоку. Так, у моей лошади выносливости закончится, может? Ближе, ближе. Давай, 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 давай. Сможете запрыгнуть? Я? А почему я-то? Ой, блин. Потому что вы скачете медленнее, мои бабушки. И весельчак. Ну, попробуем. Я! Ах, лиговой, я не виновен. Как такие красивые катсцены лагают. Это вообще неприятно. А, Ну, ладно, пистолет достану, револьвер. Но убивать пока не буду их. Хотя, они, по-моему... Нет. Ну, давай, догони же нас. Еще как догоню, блин. Ну, давай, ты скотина, блин. Ах, моя шляпа. Вперед, не упусти их. А ну, стой. Остались только мы с тобой. Входит, остались только мы с тобой. Иди сюда. Эй, может, лучше не стоит? Я не могу тебя отпустить. Ну, что, достань. Ау, блин. А че ты переключил-то? Блин. Не получилось. Мне нельзя доставать нож, а ему можно. Это не нормально. Хотя, Арчибальд сказал, что убивать его не стоит. Ну, ладно. Я первый раз, когда играл, у меня получилось добить... избить его. А в этот раз чуть не получилось. Блин. Полторачасовые прогрузки сейчас опять пойдут. Оооо, господи. Сейчас будет грузиться, блин, два часа. Так, ну. попробуем еще раз. Блин. А, у него нож выпал из руки, походу. Скотина, бля. Так, ну вот, получилось. У вас там порядки все? Не думаю, что он умер, но кажется, я победил в схватке. С небольшим перевесом. Так, стоп, а че двери-то закрыты все? не сиди, не сиди его сюда. Помощник шерифа. Шуму много было, это он? Искренне надеюсь на это. Старина Андерс Андерсон. И что теперь? Мы посадим его за решетку, поехали. Прекрасно. А меня можно похвалить за то, что я поезд положите Андерсона на лошадь. У вас талант просто, я хочу сказать. Ну ладно, посадим сейчас его за решетку. А остальные? Мы их еще перелуем. Андерс, мозгбанда. И он на многом говорит. Но у тебя виднее. Должен признать, выглядело это очень впечатляюще. Рискну предположить, что вы раньше тоже были служителями законов. Но это не совсем так. Вам знакомы эти края? Не очень. По правую руку от вас с плантацией кабака. Они относятся к Каллиго Холлу. Это большое поместье, которым владеет само семейство Греев. Мы отчаянно нуждаемся в хорошем ливне. Греи владеют Каллиго Холлом на протяжении многих поколений. Славные люди. Разумеется, за шерифом Греем она и вообще не принадлежит половине недвижимости в городе. В каком городе? Ну, в Роудсе. Знаете, такой. Туда мы сейчас и направляемся. После войны, конечно, Роудс стал уже не тот. Но, полагаю, вы уже наслышаны про блютуидов. Я уже сказал, мы же тут недавно сессиями. Ну, в общем, это еще одно крупное место. У них тут поместье с западу отсюда есть. Ужасные люди. Поистине ужасные. Сколько себя помню, они без конца враждуют с Греем. Судя по всему, у вас тут весело. Ну, вот мы и прибыли. Добро пожаловать в Роудс. Слева можете увидеть публичный дом Роудса. Очень респектабельный салон ГРФ. Также у нас есть хозяйственный магазин, оружейная лавка, почта и, конечно же, железнодорожная станция. Что еще нужно человеку? Совсем немного. О, прекрасно, они вернулись. Это ваш друг, да? Да. Хорошо, мы остановимся вон там справа. Сразу перед участком шериф. Так. Иди сюда. Так, сюда, вот так. Мистер Грей! Мы его поймали. О, прекрасно. Я же сказал, Артур не поймал. Он настоящий боец. Так, что насчет моего друга? Ваш безмозглый друг может идти? Ну, чтобы... Уверяю вас, это было просто невнимание. Все равно я хотел от своего сердца отблагодарить вас. Я сделаю вид, что рад это слышать, мистер Макеттош. Приятно было иметь с вами дело. От лица по большей части добропорядочных жителей Боутса. Я приветствую вас. Мы больше таким приемом. Нам и так хватает хлопот с некоторыми местными старожилами, которые, увы, опустились. О, ужасно. Ну, ладно, мы пойдем. Я не дам этому человеку сойти со стензи. Вы когда-нибудь как-нибудь заклейте? До свидания. Итак, Бо, я надеюсь, что... не знаю, как вас благодарить. Где ты остановился-то? Я снял караван на крайне за церковью. Условия ужасные, зато туда никто не сходится. Весь город увяз. В этой неискончаемой грызне между двумя семьями. Родней Шерифа Грейми и Брэд Вейдами. Два семейства плантаторов. Они не поделили золото мятежников. И спорят, можно ли жениться на кузинах. А Артур Хозия поспрашивайте местных, постарайтесь что-нибудь о этом выяснить. Я, по-моему, скучал, ребята. Слышал, что за вас назначили награды. Я уже 13 лет в розыске, им понадобится не один месяц, что вас тут найти. Ну, награда одни из ребят лагеря на границе штата. Они сказали, что награду обслуживают. Во всех салонах к северу от западу отсюда в радиусе ходят слухи про особых агентов или что-то в этом роде. Особые агенты? Хотелось бы на такого посмотреть. Это просто разговоры. Ну да, наверное. Ок бы вам и не рассказывай. Не лезь на рожон. Спасибо вам, джентльмены. Фух. Сложно озвучивать все подряд. Итак, что касается этих двух семейств. Артур, ты расправляешься к Греям. Пора снюхать, что это за люди. А мы с нашим Арчибальдом поезжали мимо их плантаций. Хозя, ты постарайся выяснить что-нибудь про этих Бритуэйтах. Ладно. Спасибо, Артур. Ну вот так и порыбачили. У нас еще есть время, но я не против порыбачить. А ты, Артур? Или с тебя хватит на сегодня? Ну, почему бы и нет? Отлично. Хозя, отведешь нас в то место, про которое ты говорил. Мне здесь нравится, серьезно. Ладно, надеюсь, дальше обойдется без происшествий. Ой, извините. Итак, джентльмены, следуйте за мной. Далеко ли до этого ручья? Ну, еще приличное. И это озеро, а не ручей. Тоже озеро, где мы разбили лагерь, просто в другом месте. А он у того стоит, я видел там крупных домов, что-то еще. Наверняка там еще каменные и желтые окуни. Хорошее место. Посмотрим, получится ли у тебя ловить рыбу. Так же как хорошо, так же хорошо, как преступников артук. Трилони нам всем должен. К тому же мы воевали, завоевали их расположение. Я бы сказал, что мы не зря потеряли время. Где это место охозе? В Римбудку? Уже недалеко. Между прочим, вы так и не сказали, что у вас там с Корноллом произошло в Лентайне. Что там срислось, не считая того, что вы до смерти напугались Штрауса? Единственный приятный момент. Мы с Джоном даже не успели получить деньги за угнанных овец. Можно с полностью уверенностью сказать, что мистер Корнолл не забывает прошлых обид. Он подстерег нас в салунь, привел с собой целую кучу охраны и всех, наверное, законников округа. Бывали у вас передряги и похуже? И раз Корнолл нас нашел, значит, у Бенкертона где-то рядом были? Ну да, они же вышли на меня, когда я рабачил с Джеком. Хорошо, что мы вовремя убрались отсюда, и теперь это уже позади. Да, Джек мне сказал, что ты хорошо умеешь ловить рыбу, осторожно. А я сказал, что ты, вероятно, с кем-то тебя там спутали они. Да, очень смешно. Действительно спутали, да? О, господи, когда мы доберемся уже? Я устал. Я уже устал. И лошадь у меня грязная. Там сюда, дальше налево. В прошлый раз я видел тут лодки, было бы хорошо выйти туда поближе. Лодки вон там есть, я вижу. Только вот здесь я не вижу пока ни одной. А, вон они на берегу стоят. А, рано слезать, рано еще слезать, да? Ну ладно, ладно. Думаю, никто не будет возражать, если мы одно повзаимствуем. так похоже. Вот неплохая посудина. Хорошо. Давай, Артур, спустим эту лодку на воду. Я чувствую, здесь хорошо будет клевать. Говорят, тут войдутся непревзойденные рыбы. Вот так. И, давай. Давай, давай. О, я сяду за весну. Вы уже слишком старые для серьезной работы. А тебе такого ма для нее хватит, да? Ты еще островом не меня, старик. Да, обожаю издеваться на дмит вроде тебя. Теперь отвези нас поглубже. Будем надеяться на удачу и хороший клев. А просто на клев без удачи можно? Ну да. Направляемся к середине озера. А. От управления лодкой тратится вынусливость. Так что надо стоять поосторожнее. Вот хорошее местечко. Ну что ж. надо было прийти сюда на рассвете или на заказе. В это время рыбы хорошо клюет. Нам надо приманку озерную добыть. А чем плохо этот старый добрый человек? Черви годятся для мелких синих жабиков для каменного волка. Значит, мы используем приманки арту. Медленно двигай приманку, чтобы оказалось, будто маленькая аппетитная рыбка плещется. Хочешь выдать приманку задохлую рыбу? Если она не шевелится, она им неинтересна. Может, если бы ты поймал рыбу, мы бы перестали тебя дразнить. перезакинем. Я, наверное, слишком слава забросил ее. Вот другое дело. Чуть-чуть поближе. Давай, Артур, нельзя возвращаться пустыми руками. Да, я стараюсь, только что-то нифига не клюет. Но, ну где рыба-то, бля? Интересно, они поймали хоть одну? Так, у меня клюет. Удача клюет, а у меня нет. Ну, блин, долго ждать еще, а? Хотя рыбу всегда же долго надо ждать. Артур, поймай хоть одну. Ладно, ладно, это не состязание же. О! А, нет, погодите. нифига. Я думал, рыба начала клевать, а нифига. О, ушла, зараза. Хе-хе-хе. Капец, что так долго ждать, а? перед закинем, потому что, мне кажется, далеко сильно. Теперь я закину ее. И... Хорош Ух, рыбалка, это скучно немного О, пошло, 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 пошло Эх, давай, 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 давай Пошло, 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 давай, давай, давай Ох, опять пытается оторваться, зараза Ха-ха, вот это красавец Ну вот, молодец, Артур Конечно же, мы его оставим с себя Это, это хорошая рыбина Мы ее сожрем Один парень мне рассказывал, что он поймал рыбу 50 фунтов, по словам Помнишь, мы как-то послали Артура на рыбалку Он вернулся с тремя превосходными окунями Не надо, только об этом опять Что-то я такого не помню Да помнишь, помнишь Ему тогда было лет 20, может, 21 Пришел такой самовольный, мы закатили большой пир Весь вечер поднимали тосты в его честь Это было 15 лет назад Ээээ, что происходит, Таля? А на следующей неделе мы с Артуром идем по рынку И торгует с рыбой, кричит ему Пошло, 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 давай Тяни, 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 тяни Так, 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 так Куда, 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 куда? Давай, 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 блин Че за фигня там, че за червец там плавать Непонятно вообще, какой-то Опять Да, блин, давай, 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 давай Так Блин, на субтитре в этот момент сложно отвлекаться Опять Хорошая рыбина Тоже Посмотрим О, конь весом Почти 2 килограмма Что ж, такой не грех Выбросить Ой, это, такой не грех оставить Такой грех Такое выкинуть Ну и давайте еще одну Помните в прошлом году Вон, в Тассе Мы думали закатить банкет А потом Коплер взял и слопал все это Все рыбы Да, этот пес любил пожрать Он игривый, как щенок И оставался таким до самой смерти Я помню, как мы говорили Что никогда не бывали в восточной Блэк Водера Как группа, я имею ввиду Что усерднее мы пытаемся двигаться на запад Чем дальше на восток Когда она заносит Пошло, пошло, пошло Давай, давай, давай Мне-то не нравилось Дикая привольная земля Как встарь Так, на субтитре отвлекаться не могу А то рыбу просру сейчас Опять Я стол сейчас отрется У меня коврика под мышки-то нет Ну вот Еще одна хорошая рыба Тут реально Слушай, Ходи Правильное место нашел Тут реально хорошие рыбы водятся Тоже оставлю себе Ну Че, мы долго будем еще Это самое рыбачить-то Думаю, на этом можно закончить, ребята Уже? Ну, тебе же не пришлось гоняться за бандитами Улов хороший сегодня был Ладно, у нас набрался приличный улов Пирсон будет в восторге Ну что, возвращаемся? Можем поплыть прямо на лодке Отсюда недалеко до лаги Ну, отличная идея А как же лошади? Они найдут дорогу обратно Просто следуй вдоль берега Это будет интересно Было интересно Спасибо вам, ребят Ну, Хозе Да Может, споешь нам? Ладно, у меня есть для вас одна песня Попросил я девчонку кое-что мне дать Попросил девчонку я кое-что мне дать Она сказала Погоди, картошка еще готовится Я не смог ждать, пока она приготовится Я не смог ждать, пока она приготовится Повалил ее на пол, жопу ей задрал Я проклинаю тот день, когда увидел ее И я проклинаю тот день, когда увидел ее А картошка сгорела и мне тоже прикипела Ах-ха Вот это песня у тебя, блин, вообще То не складная, то угарная непонятная Какую еще можно песню бить? Посмотри на нас сейчас Троих морячок Ой, вынусливый скончается Конечно Ну мы три бедных моряка Мы только что вернулись из плаванья Мы каждый день рискуем, а других людей жизнь спокойная Может с пляжем встанем круг, мы встанем в круг А кто тут самый дерзкий? Пусть поклянется здесь и прямо сейчас На военных нам плевать, ведь они нас презирают А на торговцев не плевать, ведь они дают нам хлеб В честь них мы спляшем, встанем в круг, мы встанем в круг А кто тут самый дерзкий? Пусть поклянется здесь, прямо сейчас и прямо здесь Браво, браво, замечательно было Хе-хе, да, точно замечательно Знаешь, не нужно, чтобы люди в лагере Думали, что нам очень весело, бля Это точно Да, очень веселая песенка, бля, капец какой Хорошо Думаю Думаю У меня То есть у нас Все будет в порядке Я знаю Я всегда это знал Пока вы Пока вы двое со мной Все будет хорошо Мы отлично тут устроимся До поры до времени Надеюсь Ну, лично я не Я буду наслаждаться красотами Эту рыбу я отдам персону Ну что ж На этом мы с вами закончим Довольно-таки долгая серия получилась Интересная Посмотрим К кому тут можно пойти На этом мы следующей серии уже займемся Во-первых, у нас есть Мистер Пирсон И Грей Сериф Грей Так, что тебе надо? Не будь таким Всего-то пара долларов Я на мили Да, сгинь ты Ладно, я спрошу тех, у кого есть сердце Вот и иди Ну что ж Это была веселая серия Мы с вами угарно сегодня, блин, спели Ну что ж На этом мы закончим С вас, лайкос, подписывайся С меня, эпичные видосы Вступайте в мою группу ВКонтакте Подписывайтесь на этот канал И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok